Коррупция – это не только взятки, подчеркивает мэр Сочи. Использование служебного положения в корыстных целях, организация неофициальной занятости, которая в городе встречается сплошь и рядом, также являются составляющими коррупционной деятельности. Специальные комиссии будут созданы в каждом отраслевом управлении. Законность работы муниципальных учреждений будут отслеживать непосредственно руководители управлений и департаментов. Мы объявляем борьбу этому коррупционному, повторю еще раз, коррупционному явлению. Мы сегодня приступили к этой работе, рутинной, но очень-очень необходимой. Еще раз говорю, она необходима для наших жителей, для наших горожан, которые впоследствии уходят на пенсию. Социальные выплаты минимальные, пенсионные минимальные. И, естественно, человека жаль, мы из бюджета города начинаем придумывать различные схемы, чтобы этим людям помочь. Нелегальные формы работы, отсутствие трудовых договоров и зарплаты в конвертах позволяют работодателю уйти от уплаты налогов. Сам же работник лишается достойной старости, а бюджет города благодаря таким коррупционерам сокращается даже не на миллион, а на миллиард рублей. Ровно такой суммы не досчиталось Казнасочи в прошлом году. Вам несовестно на багажнике кататься у людей, которые вас же лечат, ваших детей учат? Несовестно? Ведь они же платят. Врачи, учителя, медсестры, воспитатели детских садов платят. Они не платят. Не кажется ли вам, что надо прекратить эту практику? К ответу на совете призвали непосредственных нарушителей. Зачастую это работники сферы торговли, транспорта и строительства. Вы должны понять прекрасно, что вот Александр Сергеевич, замначальника полиции, здесь сидит, который курирует ОБЭП, вот он будет давать команду по бухгалтерам, правильно, и руководителям. Вы это понимаете? Да. А почему вы так рискуете? А можете вы сказать, все, я с этого дня никогда в жизни руководителю скажу, что ты знаешь, в тюрьме не хочется сидеть? Да, будем делать все. Низкие зарплаты на предприятиях предприниматели объясняют якобы сложной экономической ситуацией отсутствием клиентов. При этом, как отмечают эксперты, Сочи лидирует в рейтинге российских курортов. Если до Олимпиады город или экономика города жила только 4 месяца в году, то сегодня живет круглый год. Спрос на услуги курорта очень высокий. Ни один предприниматель работать не будет, если ему будет невыгодно. Поставить точку в вопросе серых зарплат и обеспечить себе достойное будущее должны в первую очередь сами сочинцы. В городе работает горячая линия, по которой каждый, причем анонимно, может сообщить о разного рода нарушениях в этой отрасли. Номера телефонов отдела трудовых отношений охраны труда Центра занятости населения вы видите на своих экранах. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.